Один из факторов, содействующих росту цен на недвижимость, это подросший плодишеспособный спрос. Ведь именно он, как известно, рождает предложения. Впрочем, солидное жалование — это не только повышенные материальные возможности, но и, как оказалось, хорошие предпосылки для создания позитивного климата в трудовом коллективе. Этот вывод заинтересовал нашу съёмочную группу, и мы решили пойти дальше и выяснить, что делать, если споры всё-таки случаются. Конфликты на работе — это ситуация про себя. Инициатор всегда виноват, уверены жители Твери, которые приняли участие в нашем опросе. Ну, во-первых, любой конфликт контрпродуктивен. То есть тот, кто инициирует, он не прав. Ну, а тут уже каждый должен быть гибким в своей жизни. А кто инициирует, ну, да, мы с плохим характером, я думаю. Вот, не очень справедливый начальник. Ну, и им подобные. По мнению тверичан, есть несколько способов избежать конфликтов на работе. Молодёжь ответственности возлагает на начальство. Это его задача — наладить атмосферу в коллективе. Старшее поколение вообще умудряется обходиться без столкновений или попросту не помнит о них. Я работала, у нас замечательно был коллектив. С руководством всё было замечательно. У меня даже вообще никаких таких плохих воспоминаний не осталось, что как-то что-то было не так. Было дружно. У меня сейчас нет конфликтов на работе. Здоровые, экологичные отношения у всех. Обычно, наверное, руководство иновато. Из того, что плохо делегируют обязанности, из-за этого все друг на друга перекидывают что-либо. Из-за этого недопонимания всякие бывают. Ну, избежать конфликта, наверное, нужно быть добрее, терпимее друг к другу. Мудрее. Да, правильно. Промолчать, наверное, я так думаю. И дать, как сказать так, наверное, время для того, чтобы подготовиться и ответить на этот вопрос. Это конфликтная ситуация. Если, наверное, вот сразу, как сказать, спылить, то конфликт неизбежен. Конечно же, женщины. Поясните. Мужчины более холодные, расчетливые, а женщины на эмоциях. Мужская часть респондентов считает, что именно прекрасная половина коллектива больше участвует в склоках. Впрочем, у психолога Елены Шеметковой другое мнение. И мужчины, и женщины в равной степени будут конфликтовать. Только по-разному. Если мы говорим про мужчин, то чаще всего их аффект будет разворачиваться не на работе, а дома. Потому что аффекты мужчину доверяют дому, близким людям, где могут расслабиться. На работе все-таки в более такой конкурентной среде мужчин находится и в более продвигающей. Но если они конфликтуют, то конфликт может быть такой с ненавистью, с местью. Женские конфликты большей частью разрушают климат в коллективе. Но если случился конфликт, психолог посоветовала снизить градус напряжения. И это на самом деле сделать легко. Снизить эмоциональный накал, попробовать выдохнуть, отойти, сменить место, немножко походить, подумать. И попробовать передойти к этому вопросу более спокойно, безэмоционально. Потому что эмоции всегда это то, что разрушает. Второй важный момент — уйти от обвинения. Уйти от фраз «ты», 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 потому что любой человек, который вас слушает, если он слышит «ты», дальше идут обвинения, он автоматически начинает разгоняться. Дальше, конечно, не употреблять это слово «успокойся». Оно никого никогда не успокаивает, оно заводит еще больше. Если вы будете следовать нехитрым советам жителей Твери и профессионального психолога 100%, у вас наладится жизнь в коллективе, независимо от пола. А может быть, и ждет повышения, потому что силы будут направлены на достижение цели.